Сложный рубеж в строительстве 11-й школы преодолён. Положительное заключение государственной экспертизы уже получено. Работы планируют закончить во втором квартале следующего года, рассказал Алексей Сафонов на пресс-конференции. Проблема долгостроя в Сарове остаётся и сейчас. В этом году особо остро ощущается дефицит рабочей силы. Если раньше на строительные объекты был серьёзный конкурс, то сейчас подрядной организации порой приходится уговаривать вести объект. Часть организаций, к сожалению, для современного ведения бизнеса, на самом деле не склонны работать по-настоящему. Не скажу, что все, но очень большой процент после заключения договора, это как в области проектирования, на самом деле, как в области строительства, честно признаются, что мы и не собирались работать. Было бы хорошо, чтобы мы забрали свои генподрядные деньги, а найдите какую-нибудь организацию, кто за нас всё это сделает. Наболевший вопрос поможет сдвинуть с мёртвой точки изменение концепции формирования уксов на территориях, пояснил Алексей Сафонов. Ещё один значимый вопрос, волновавший многих журналистов – освоение северных территорий, которые планируют присоединить к закрытому городу. Тут есть и плюсы, и минусы. То есть, общение с горожанами, ну, как классические, наверное, любые сложные вопросы, имеют кардинальные позиции. И часть жителей города считает желаемым как раз жить за контролируемым, за охраняемым периметром. Часть, наоборот, считает, возможно, жить только внутри охраняемого периметра. То есть, тут есть за и против. Но, тем не менее, эта территория востребована. По предварительным оценкам, на северных территориях можно разместить до 25 тысяч жителей. Проблем хватает и в черте города, в частности, деятельность гор автотранса. Перед его новым руководителем стала непростая задача – нормализовать работу предприятия. Положительная динамика уже прослеживается, считает глава города. Хочу отметить, что на первичном этапе Григорию Васильевичу удалось нормализовать, скажем так, в его технических возможностях хотя бы график. И в целом он сейчас соблюдается. И мы переходим к следующему этапу – это парк автотранспорта. Очень непростая и тяжёлая ситуация. Ресурсы выработаны. Новый транспорт хоть и не решит, но существенно облегчит ситуацию в городе. Автобусы получат уже в декабре. В начале пресс-конференции Алексей Александрович поделился впечатлениями о том, как изменилась его жизнь за год работы на новой руководящей должности. Год прошёл насыщенно. С точки зрения меня, как восприятия, да, есть чёткое понимание, чем отличается работа от службы. Теперь я чётко ощущаю, что такой муниципальный служащий. Ты не принадлежишь себе, ты действительно работаешь, служишь на том направлении, ответственность за которую ты и несёшь. Полную версию пресс-конференции смотрите в нашей рубрике без комментариев.